привет друзья вот продолжаю снимать ролики уютных уголочках своего сада вот это вот сирень в прошлом году мы ее обрезали сирени у меня на участке очень много у нас на участке обрезали и обрезала я смотрите как были очень большие кусты уже были засохшие ветки и обрезала так чтобы вот видите внизу было хорошо убирать потому что они растут у них очень-очень много вот стволов получается когда она растет вот видите здесь вот и потом убрать внутри невозможно просто поэтому я оставила несколько стволиков вот и буду теперь ее выращивать вот именно так пусть она кустится сверху а здесь она будет вот такая чтобы было легко за ней ухаживать вот это вот смотрите погрызанные стволы это коты почему-то коты вот они любят вот так вот грызть сирень и они ее просто уничтожают засыхают прям целые стволы и не знаю что с этим делать вот это вот тот уголочек про который я вам рассказывала в предыдущем ролике это вот этот вот уголочек нашего сада теперь я расскажу продолжение вдоль следующего забора так сначала вот тут я вам еще не дорассказала во-первых смотрите как красиво у нас сейчас вот здесь всевозможные листья осень вообще красивая люблю это время года из-за того что очень много разных красок разных цветов листья всевозможные как-то одно время увлекалась гербарием вот это вот у нас любисток ну же отцвел него такой знаете эта пряность он многолетний и он у меня рос на грядке прямо вот буквально грядку засорил я его сюда откопала в уголочек он растет сам по себе срезала бы и все пряная травка мне очень нравится я ее сушу и потом добавляю к разным блюдам она у меня дает такой привкус грибов а тут еще одна сирень сидит коты ее изнахрачили вообще конкретно то есть она вообще вот у меня всякая такая вот видите вот вся корявая надо ее пересадить но пока еще не нашла место то что она здесь мешать будет вот тоже большая березка надо немножечко веточки и вот эти вот еще подрезать чтобы на забор и к людям туда сильно она не лезла не надоедала так ну вот идем дальше вот это вот у меня вдоль другого забора между соседями вот здесь у меня вот была рябина у нас здесь очень большая рябина она засохла пришлось ее обрезать но рябина она видимо все таки не дерево тут уже наверное даже пня нету даже пень уже не сохранился она скорее всего куст судя вот по вот этому кустарнику вот остались веточки листики вчера был ветер все сдуло абсолютно и вот остались такие вот веточки но она растет и вот за два так прошлом позапрошлом году по моему ее срезали и она вот уже видите какая будет здесь кустик то есть она будет расти в три ствола получается вот вот сирень про которую я вам рассказывала идем дальше здесь у меня растут всевозможные сейчас мы уже скосили вот здесь вот еще одна рябиночка это семечки нападали вот она стволик вот этот и мы посадили вот огородили вот так чтобы не скосить случайно рябина кстати растет очень быстро в отличие от кедра вот здесь вот еще одна рябинка вот видно вот здесь груша была у нас дичка мы ее убрали вот остался саженец надо будет убрать на следующий год и вот смотрите здесь такая вот уютная у нас дорожка сейчас издали вам покажу отойду немножечко назад очень такая уютная дорожка садовая получается мне тяжело по ней ходить потому что тут уже сомкнулись кусты это вот ребенку гулять вот еще одна рябинка у нас еще не совсем облетела вот здесь я садила так рябинка потом сирень и рябинка вот это вот тоже сирень тоже уже большая красивая тоже вот видите как она внутри зарастает вот проблема ухода за ней в этом а вот это просто идеальная вот таким образом я хочу чтобы у меня росла вся сирень видите внизу ничего нет все буду убирать и вот таким образом я буду а куст уже сверху среди какой разросся какой он уже пушистый сверху поэтому в принципе очень удобно листики какие красивые да смотрите какая красота пурпурные какие-то бордовые здесь вот такие у сирени такой переход красивый от зелененького еще до уже вот такого вот причем знаете сирень такая интересная листья совсем не как у сирени листья больше похожи на на черемку но это наша в сибири такая сирень растет вот еще раз покажу вот такая красота и вот здесь нужно пригибаться и вот так вот идти вот я наверное буду показывать вам это все вот с этой стороны потому что слишком близко и неудобно вот она эта сирень рябинка вот еще одна большая сирень а вот это вот растут кустики это багульник розовый но мы его не как сказать не вторгались так сказать в лес мы его специально не выкапывали мы ездили фотографироваться гулять по лесу и обнаружили что он кто-то его кто-то пропахал там полосу и его просто он он валялся выкорчеванный и мы его привезли и он у нас сохранился причем у нас знаете как у нас вот этот вот они совершенно разные листики вот кажется багульник смотрите рододендрон по моему его еще называют сибирский здесь такие а здесь они вот какие уже вот видите какая красота вот и вот между ними маленькая рябиночка тоже как я сказала рябинка сирень и рябинка тоже пока растет еще вот в тазике вот в таком чтобы его не скосить смотрите как здорово там вот такие листики зеленые тут вот такие листики здесь листики уже вот вообще абсолютно ну то есть красота такая что это можно снимать долго долго и об этом говорить можно долго долго вот бегает собака у меня тут принципе он ничего такого не делает не нарушает моего уже ему объяснили что к чему вот деревья он не повреждает вот смотрите а там у меня где большая сирень растут две облепихи вот это вот облепиха она в два ствола это женский женская особь они облепиха делится на женскую и мужскую мужской обязательно нужен для опыления если будет просто сидеть одна женская и у соседей нигде ни у кого рядом не будет мужского то она плодоносить не будет облепиха уже ее надо собирать уже уже созрела и она такая знаете мало колючая то есть на ней практически нет колючек вот в общем то урожай неплохой такой и вот это вот сидит женский кустик мой мужской вот он большой и высокий на нем ни одной янтки а теперь сирень которая вот листики как у настоящей сирени она очень красиво цветет мы ее привезли из красноярска вот такие видите листики сердечками у нее вот но она какая-то вот некрасивая она осенью абсолютно что-то мне она совсем не нравится может быть когда на как это листики сразу становятся бурыми вот но она живая все вот они почечки которые будут расти весной вот они живые почечки она тоже разрастается дальше опять пошли вот эти кустики вот ребят вот наша облепиха вот он мужской мужской особь еще сирень это вот уже почти пожелтела вот вроде бы сирень но она разная конечно она отличается цветами оттенками и вот такие вот большие только посадили и уже вот ну не так давно и вот уже все тут заросло у нас вот так что еще прошла я немножечко жалко что деревья уже они уже с одной стороны не жалко они большие хорошо с другой стороны очень плохо снимать вот вот такая вот уютная дорожка у нас в саду вот смотрите какая прелесть и рябинки ой и березки еще зелененькие а вот это вот уже пожелтела вот смотрите три это сидит три березки рядом у нас вот одна березка вот в центре поменьше и там еще одна та почти зеленая еще серединке она только напополам желтый зеленый а это желтый абсолютно вот у них совершенно расстояние совсем небольшое вот смотрите вот совсем небольшое но сейчас посчитаем сколько так раз два три четыре пять маленьких шажочков но это где-то три метра может быть два два и они между собой вот у них стволы и вот это березочка у нас почти зеленая только-только начала желтеть это на половинку а это уже желтая вся вот между ними у нас растет курильский чай лапчатка желтый хочу еще белый себе но знаете если честно чай из него еще не заваривала мне только в этом году показали как что тут с чего нужно заваривать чай объяснили мне так что берешь вот так краешек веточки вот самый краешек вот так его отламываешь вот так примерно вот вот так и вот эти вот макушечки завариваешь в чай но не пробовалась говорят что очень вкусно надо будет попробовать три кустика у меня сидит вот вот это вот у меня рябина черноплодная аэр арония в прошлом году она дала очень большой урожай то есть вот тут у меня смотрите раз кустик маленький кстати вот этот куст вот этот вот куст он расти не будет пока здесь растет вот сирень рядом под сиренью не растет у нас ничего почему-то это такой вот куст который поглощает подавляет все что под ним даже трава под ним не растет это я вам покажу потом на примере саду у нас сидит сирень там даже трава под ней не растет и вот каждый кустик из этих вот вот кустик вот кустик они дали по ведру мы собрали 10 литровому с него рябины с каждого куста то есть 8 кустов у нас 8 ведер и получилось так что они ослабли ушли в зиму ослабленными в этом году стволы были пустые макушка зелененькая и у корня зелененькая и мне пришлось их вот таким образом обрезать смотрите вот так вот я их обрезала вот просто вот видите вот и теперь на нем вот смотрите сколько веточек вот это отрастает так вот вот они обрезанные если видно вот они обрезанные видите так в общем и вот теперь очень много отросло но если честно за лето не не сильно высоко они отросли. Ну, думаю, что на следующий год уже будут первые цветочки. Вот целые. Вот здесь у меня 6 кустов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И еще 2 кустика. У нас растет 3. 3 кустика. Нет, даже больше. Смотрите, я уже запуталась, сколько у меня всего. И вот маленький кустик, но его тоже надо выкапывать, потому что здесь вот рядышком у нас сирень. Потом вот кустик. Кстати, вот тоже, смотрите, какой парадокс. Вот кустик, да? Вот кустик. И вот еще 2 кустика. Вот, пожалуйста, вот эта вот, она вся зеленая. Та же самая, один и тот же сорт, от него же и отсаживали. Здесь уже такая, вот она, смотрите. Здесь уже прям красненькие листики. Вот красота какая, видите? Вот. Вот смотрите. Вот черноплодка. Вот она, черноплодка. И вот она, черноплодка, буквально рядом. Да? И вот там черноплодка. Сейчас я вам покажу. Опять, смотрите. Вот та вся зеленая стоит. Та даже еще желтеть не начала. Вот каким образом это все происходит. Вот это вот у меня у нас барбарис. Такие вот ягодки у него. Он кислючий, вообще просто кислючий. Но он очень красивый. И он колючий. У него колючки прям, прям жуткие колючки у него. Даже не полезу туда в глубину, покажу вам так. Здесь вот, вот прям, смотрите, какие шипы. Вот видите, какие шипы у него. Вот если как, в руку, видите? Насквозь палец проткнет, если что. Вот. Попробую в серединочку залезть. Вот. Ну, он такой красивый кустик. Он, наверное, не будет он высоким. Это наш сибирский барбарис. Ну, вот он такой. А на этой грядке у меня ландыши растут. Ну, буду вам показывать красоту. Это уже весной. И вот, кстати, на ландышах, почему-то интересно, я даже не знала раньше, вот такие вот созревают ягодки. Так, видно, не видно ягодку красненькую. Вот, видите? Ну, вот. Рассказала вам еще о небольшом очень кусочке своего внутреннего дворика, своей зоны отдыха. Вот. Смотрите. Березочки мои. Здесь у нас будет со временем, потом попозже. А здесь у нас будет навес хотим сделать. Вот песочница у внука. Хотим сделать здесь навес. И чтобы эти диванчики у нас были под навесом. Зона отдыха. А здесь стоит мой любимый диванчик. Я на нем всегда отдыхаю, качаюсь. Но, так как вчера был ветер, пришлось снять с него тент, потому что его чуть не унесло. Я тент практически несла к теплице. И меня несло, как, если бы, мне кажется, я бы отпустила, я бы уже не догнала. Он бы по ветру улетел. Вот таким образом я сажусь. И все это созерцаю. Вот эту всю красоту. Вот этот вот наш красивый лес. Даже не знаю, сколько. Потом посчитаю, если вам будет интересно, сколько у меня вот на этом кусочке посажено всевозможных ярких и красивых деревьев. Ну все, друзья. Пока-пока. До новых встреч.